да но в этом случае мы сделали с игорем что и на давай я изменю этот вот чтобы и было и наматывает на себя снег и оставляет след за собой из-за наматывания снега никакой динамики тут нету тут все тот же урок что мы прошлый урок имели просто просто у игоря возникло вопрос как это сделать ну мы сели сделали за там несколько не знаю за полчаса так вот я быстро пройдусь через сетап он вообще простой вот смотрите ничего много нет сейчас быстро пройдемся это простой grid с много этих розов колумбцев из-за того чтобы была качественная деформация тут я сделал атрибут ground которым который потом используем для того чтобы его передать на снежный ком чтобы он выращивался из-за этого атрибута то же самое идет вот тут сфера это с деформации mountain и трансформом анимат простая кефрейманская анимация плюс для ротации формула из не знаю шестого класса геометрии это 22 пи р 2 пи р но какое сколько путешествие ну сколько дистанция путешествия и 2 пи это периметр периметр нашего не знаю как это окружности до нашей окружности потом тоже есть атрибут сфера потому что мы должны этот атрибут передать земле но еще и атрибут ground для того чтобы не только наращивать на на этом на этой сфере но и чтоб потом когда наращиваем получилось глубже и глубже след потому что значит на надо его назад отдать уже изменен да тогда но это налив они ничего не значит если это просто для порядка первый соль solver первым solver это немножко сложнее solver значит это previous frame это это наша от наш grid от которого мы берем атрибут гранд и делаем трансфер тут анимация из-за того чтобы изначало он не начинал сразу сдуваться начинал только по тому как он уже начинает кататься и для чего этот вот sequence blend это для того что solver автоматически берет только первый фрейм он не берет анимацию он берет только первый фрейм sequence blend нам позволяет взять статический объект это значит вот первый первый импут это будет initial geometry это статический объект этот без анимации только первый фрейм он не умеет просто читать анимацию и я через sequence blend передаю анимацию с 3 импута смотрите вот 3 импут тот же самый импут просто это у нас будет статическая а это у нас будет анимация которую я передаю через sequence blend по той причине что sequence blend не передает атрибуты я тут делаю атрибут копии с той же самой и не шел геометрида previous frame ну просто это тоже самый атрибут просто если он бы передавал атрибут я бы его бы оставил тут но он не передает так значит нам нужно насильно его передать да это я уже объяснял это тот же самый атрибут для наращивания значит когда он вращается каждый каждый полигон который соприкасается с граундом с поверхностью он наращивать но потом будет изменен наращивая дополнительные не знаю ну как сказать просто я буду изменять его через normal deform так вот и последний атрибут атрибут воп вот этот вот этот атрибут воп внутри его есть очень простая простая вещь мы импортируем ground атрибуты но один из первого импута другого другой из второго импута что это значит первый импут это нас тот то геометрия которые старые атрибут а второй импут это та геометрия который у нас новый атрибут просто я его наращиваю чтоб он не оставался таким же самым видимо наращиваю 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 чтобы снег прилипал и прилипал прилипал ну как бы а тут просто от от и я потом экспортирую by and export это для экспортирования того же самого атрибут все это звучит сложно но это очень просто и этот point воп это то место где происходит наращивание снега он тоже ничего сложного в нем нету давайте так покажу я беру беру позицию исходную исходную позицию беру беру атрибут ground смотрите какой атрибут ground как какие значения сначала 0 перехожу на другие ай он тут не показывать надо тут выйти чтоб чтоб мы увидели как он изменяется ну камон где он а вот видите он почему-то сорт не работает нормально ну а вот какие какие значения сначала на ли а потом наращивается 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 и наращивается да и я его использую для дисплейсмента это дисплейсмент дисплейсн along normals называется это надо я беру исходную позицию и передаю дисплейсментную позицию дальше а скейл это у нас через ground атрибут идет второй solver это уже solver для поверхности для ground и вот еще ничего нету solver такой же самый в принципе что 100 и 1 но без анимации ему не нужна анимация потому что он статический объект значит берем previous frame next frame первый атрибут трансфер это сфера а второй нужен для того чтобы все все глубже и глубже оставлять следы нет ну вот импуты первый импут это ground а второй импут это сфера я через solver solver нужен для того чтобы не просто передать атрибут но чтобы он накапливался от фрейма к фрейму фрейма ну посмотрите предыдущий урок будет гораздо яснее и потом point в такой же самый аналогичный как этот вот просто он глубже 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 из-за того что один атрибут сфера другой атрибут ground вот я использую два атрибута в этом случае один это передается сферы но для того чтобы все глубже и глубже было я еще использую атрибут ground который передают с той же самой сферы и я их умножаю друг к другу и потом тот же самый displacement along normal это mountain для того чтобы не было таким ровным и потом мерч чтобы оба были видны